Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии Российской Федерации. Вот о работе Росгвардии. Такие задачи лежат сегодня, ставятся перед сотрудниками, как выполняются они, собственно говоря, как работает вневедомственная охрана. Об этом, обо всем нам расскажут заместитель начальника Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Евгений Васильевич Поперный, подполковник полиции. Он у нас в эфире уже не первый раз. Мы видим, как у него растет его, так скажем, погоны. Это приятно, это говорит о том, что наше отделение Люберецкое работает. Ну, а также здесь у нас находится начальник отделения кадров Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Андрей Олегович Ешков, майор полиции. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, во-первых, поздравляем вас с профессиональным праздником, но, опять же, традиционный вопрос всегда Евгению Васильевичу дорисую. Росгвардия, в общем-то, у нас же не так давно появилась, да? Давайте вспомним немножечко историю, почему именно 27 марта отмечается. Ну, изначально 27 марта это был день внутренних войск, вот, и решили, чтобы и так много праздников. У вневедомственной охраны есть свой день, у полиции есть свой день. И решили его едино как бы создать и определили 27 марта. Вот, а, как вы сказали, действительно, достаточно молодая организация, в 2016 году нас сформировали. Восемь лет, получается. Восемь лет будет, да, отмечать будем. И вошли в основном силовые подразделения, спецподразделения, вневедомственная охрана, лицензионно-разрешительная сфера. Вот, и... А хорошо, а вот всегда задается такой вопрос, потому что мы видим, например, даже, ну, особенно водители, есть ДПС, а есть, например, Росгвардия. И вот ты думаешь, ДПС это точно по мою душу могут, да, остановить, спросить. А вот Росгвардия, я к чему веду? Что в обязанностях Росгвардии на сегодняшний день лежит, помимо вот вневедомственной, о чем мы будем говорить конкретно уже по вашему профилю? Ну, Росгвардия в первую очередь создана как внутренняя структура для защиты прав и свобод человека и гражданина. Внутри страны? Внутри страны, да. А именно мы, как вневедомственная охрана, мы занимаемся охраной объектов различных форм собственности на договорной основе. То есть это магазины, квартиры, дома, машины. Предоставляем... Ну, вот сейчас мы об этом и поговорим, но начнем, наверное, с кадров, потому что мы видим, что сидят два человека в полицейской форме, в форме, скажем так, силовых ведомств. Это значит, что, естественно, Росгвардия тоже у нас силовое ведомство. Андрей Олегович, скажите, как майор полиции, чем отличается работа в Росгвардии, майора полиции, от работы в полиции? Или это же разные структуры? Или вы просто там начинали свою деятельность? Ну, начинали, как и большинство, наверное, сотрудников, работающих в Росгвардии, мы все в МВД. В 2016 году перешли вновь в образовавшуюся структуру. Не жалеете, кстати, что ушли из МВД? Или Родина сказала, вы просто... Да нет, не жалеем, везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Поэтому... Но майор полиции все равно остаются, да? Так точно, да. Звания у нас полицейские. В отличие от системы МВД у нас нету градации по званию внутренняя служба юстиции. У нас все сотрудники имеют звание полиции. Ну, я думаю, что это правильно. Зачем нам еще что-то там, да? Вот, хорошо. Давайте поговорим о кадрах. Кто к вам приходит? Что это за люди? Потому что вы же, наверное, как вот в кино обычно показывают, так вот заходит какой-то человек, наверное, голову поднимаете и понимаете, будет он с нами работать или не будет. Это так? Ну, так сказать... Опытным взглядом. С опытом работы, да. Выработались определенные критерии, когда ты смотришь на кандидатов и понимаешь, что этот человек пришел, так сказать, временно. Пересидеть. Ну, не то, что пересидеть, а навряд ли он справится с такой работой. Работа все равно специфическая. Ну, мы сейчас об этом, да, поговорим. Но идут люди к вам, да? Идут. А кто сегодня может к вам прийти? Потому что мы же смотрят, нас телезрители и на интернет-площадках. Как к вам попасть для тех, кто хочет работать? Требования, так же, как и в МВД, оговорены в 342-м федеральном законе. Поступить на службу имеют право граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Имеющие образование ниже 11 классов. Отслужившие в армии и, соответственно, годные по состоянию здоровья для службы. Ну, я так понимаю, как и в наше время. То есть, если человек в армии отслужил, ему, наверное, еще и предложения приходят, что не хотите ли вы поработать в нашей организации. Ну, по крайней мере, в наше время так было. Хорошо, Евгений Васильевич, все-таки день такой специализированный, 27 марта, и вроде бы мало лет, но вневедомственная охрана существует давно. И вневедомственная охрана – это то, что тоже имеет непосредственное отношение к охране внутри страны. Но я так знаю, что есть же еще и частные какие-то службы. Как вот конкурирует государственное подразделение с частными? Или нет такой конкуренции? Ну, конкуренция, как, наверное, в любой профессии везде есть. Да, и конкурируем сейчас, особенно конкуренция из-за 44-го федерального закона по торгам. А что это означает? Торги, где выставляются организации, которые, ну, объекты выставляются на охрану, и организация предлагает свою стоимость. И происходят торги, и кто меньше всего денег предложил, тот, соответственно, и охраняет. Ну, вот есть, конечно, постановления, которые определяют там единых поставщиков, ну, государственная охрана, туда частные охраны предприятия не лезут. А то, что касается коммерции, там, магазины продуктовые, там, кафе, рестораны, это да, тут идет живая конкуренция. Но какие у нас плюсы, основной, самый главный плюс? Во-первых, мы вооружены боевым оружием. Во-вторых, мы... Сейчас это в последнее время важный такой момент, что, если, например, крупный, да, торговый центр, предположим, и мы прекрасно после последних событий помним, что это у многих сразу вопрос возникал. То есть, конечно, теперь, наверное, люди будут задумываться, я имею в виду сотрудники таких крупных магазинов. Понятно, что если магазин маленький или организация поменьше, ну, наверное, вряд ли нужен прям такой вот человек с ружьем, что называется. А в данном случае, да. То есть у вас такое право есть быть с оружием. Конечно. К тому же у нас есть права задержания, доставления. То есть у сотрудников частных охранных предприятий они задержать не могут. Они прибывают, фиксируют нарушения, да, там, пытаются что-то сделать, но в любом случае параллельно идет звонок в отдел полиции, чтобы оказали помощь. И надо ждать полицию пока, например. Все верно. Машины с мигалками у нас. То есть, сами знаете, город у нас загруженный. Особенно летом будет сейчас выходные, праздничные дни. Все на даче едут. А у них без мигалок? У них, да, соответственно, без мигалок. Поэтому оперативность, качество, вот как Андрей Олегович сказал, у нас берут только прошедших профотбор, да, это по состоянию здоровья. Ребята все поджары, так скажем, молодцы. Вот. Не в каждом охранном предприятии это можно встретить. Сами понимаете, когда идут торги и снижаются до минимальных цен. Ну, тут чего нам далеко ходить, мы же бываем в разных организациях, да, и видим, кто на охране. То есть, честно говоря, до всех событий, в общем-то, ну, как журналист, я почему-то всегда смотрю, вот, кто на охране. И всегда тоже понимаю, что вот это охранник просто вот для успокоения, на самом деле. Вряд ли он. Ну, у нас, помните, история со школами тоже такое было. Все время поднимался вопрос, тревожные кнопки и так далее. Возвращаемся к Андрею Олеговичу Ишкову. Вот скажите, а те ребята, которые приходят, ну, ваши коллеги, есть такие, которые надолго остаются? Или все-таки, ну, как вам сказать, профессия такая, что всегда надо быть на чеку, психологически, может быть, уже не выдерживают? Потом, я так понимаю, что берутся, наверное, и после уже выхода на, ну, там, 40 же лет уходят, да, из полиции, да? Ну, по выслуге, по достижению выслуги 20 лет. Вы можете же таких взять тоже на работу? Если по возрастному цензу данные люди еще подходят для приема на службу, то, конечно, мы можем и принять на службу тех, кто уже ранее вышел на пенсию. Ну, вот как долго держатся, выдерживают нервы вот все эти, все эти, они же все время должны быть, ну, в любую минуту. Или это все-таки попроще, чем в полиции работало? Я бы не сказал, что это прям попроще, но все-таки хочется акцентировать свое внимание, что большинство людей, которые приходят на службу, они все-таки приходят осознанно. И, как правило, по большей части дослуживают до пенсии. Даже те, кто по каким-то, так сказать, причинам не дослужил до пенсии, как показывает практика, все равно там в течение пяти лет обращаются, пытаются восстановиться обратно на службу. Ну, понятно, то есть работа и вам как бы это удобнее, потому что, если, ну, я имею в виду, если хорошая характеристика, тут же еще, наверное, надо за этим тоже следить. В любой профессии бывают исключения. Но вернемся к вашим возможностям. Итак, мы поняли, что это такая серьезная вневедомственная охрана, собственно говоря, просто полиция, ну, которая вот для тебя буквально существует, для твоего торгового центра, для твоего предприятия и так далее. Я думаю, что сейчас, наверное, получается, заказов будет больше. А теперь другое дело. Насколько есть права у вневедомственной охраны применять это оружие? В каких случаях оно примиряется? Сколько людей у вас дежурит? Ну, давайте возьмем там крупный магазин или еще же мы квартирами тоже занимаетесь, да? Вот как это регулируется? Все верно. В нашем отделе порядка 200 сотрудников, которые несут службу, да, ежедневно выступает 8 круглосуточных экипажей ГЗН. 8. То есть в любое время суток мы всегда на страже, наш девиз Росгвардии. Это вы так просчитали, выстроили, да? Да, есть специальный расчет по километражу маршрута патрулирования, по количеству охраняемых объектов. Соответственно, эта цифра может расти, уменьшаться. Ну, так как в основном идет у нас прирост, люди все-таки доверяют, то цифра только увеличивается. Вот. И права у нас такие же, как у сотрудников полиции, имеем право задержать, доставить. В принципе, в этом ничем не отличаемся. Просто вы доставляете в отдел полиции, а не к себе, да? Да, да. Доставляем в отдел полиции, специализированно у них. А вот мера применения, ну, я не знаю, давайте такой нарисуем. Пробирается какой-то вооруженный преступник в торговый центр, берет заложников. Ну, тут ваши действия вызываются или сразу и полиция, и вас, и всех вызывают? Как это работает? Ну, мы в любом случае раньше приедем, если там тревожная кнопка есть, да? Ну, они самые мобильные, потому что у полиции кто прибывает? Наряды ППС, которые, ну, патрулируют, либо кого-то задерживают. Да, они могут всегда быть рядом. А у вас прямо эта задача ваша? А у нас это основная задача, да. Итак, кнопка, ну, у вас идет какой-то сигнал, и выезд поехал, пошел, да? Да, моментально. Если это какой-то объект с массовым скомплением людей, либо детский сад, то, соответственно, уезжает несколько экипажей, плюс информируется, любой сигнал тревога передается в ОВД, и оказывается комплексное взаимодействие, там, экипажи ГАИ, ППС, если надо, силовые, ну, силовые структуры, так скажем. То есть получается, что вы на острие вот в таком случае выступаете? Да, каждая тревога – это риск для жизни. Тем более мы понимаем, что у нас такими вот волнами все происходит, живем в сложное время, вот, и служба, скажем, совсем не сахар, говоря, да, простым языком. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии Российской Федерации. У нас в гостях заместитель начальника Люберецкого отдела вневедорственной охраны Росгвардии по Московской области Евгений Поперный и Андрей Яшков, начальник отделения кадров этого отдела. Давайте дождемся продолжения, будет еще много интересного. Итак, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. 27 марта день войск Национальной гвардии Российской Федерации. Заместитель начальника Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области подполковник полиции Евгений Поперный здесь у нас в студии, а также начальник отделения кадров Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Андрей Олегович Яшков. Продолжаем наш разговор о работе Росгвардии. Напомню, что 8 лет, получается, отмечается 27 марта. И вот мы заговорили об вариантах охраны. Я предположил, что, не приведи Господи, какой-то заложник, захват какого-то магазина. Но я бы хотел вернуться к этой теме. Предположим, что если это происходит, еще и банк могут, да, тоже заложники. Это же часто происходит. Это тоже входит в вашу компетенцию по кнопке «Приехать». Все верно. На объекте установится кнопка. Как пример можно привести, недавно проводили тренировку на образовательном учреждении. Так, здесь, в Люберецком. В Люберецком, да, районе. Нажималась кнопка тревожной сигнализации. Предполагаемый преступник угрожал охраннику, там, детям. Всегда вы понимаете то, что государственные объекты с повышенным риском, особенно где дети. Также направился экипаж. Все, ребята хорошо сработали, задержали. Доставили в отдел полиции. Такие учения проводятся регулярно. К тому же, как вы ранее сказали, наши Люберцы в свое время с сложным минированием, сколько было ситуаций, да, и вошло в практику. Регулярно отрабатываем, чтобы на практике, фу-фу-фу, не дай бог, что-то случится, все действовали слаженно. И проблемы у нас никаких нет. Но тут еще такой важный момент тоже по поводу тренировок и в крупных учебных заведениях, да, и вообще в крупных офисах. И в Москве, и в Московской области довольно частенько сейчас проводится то ли пожарная тревога, либо еще какая-то тревога. И мне кажется, что люди уже к этому привыкают. Но все равно, вот, как вы считаете, вы все-таки выполняете функцию непосредственных, ну, скажем так, спасителей, да, которые должны приехать здесь и сейчас. Насколько люди сегодня, вот, после всего того, что происходило, и Беслан, и Норд-Ост, и всевозможные другие террористические акты в метро, ну, и просто захваты заложников, и простые, ну, если можно так сказать, преступления. Насколько, почему-то многие люди до сих пор относятся к этому, ну, как-то так, спокойно. Я к чему веду? Что насколько сегодня чаще к вам обращаются простые граждане, чтобы, ну, защитить себя на будущее от возможного нападения, на квартиру, на какие-то объекты, на те же магазины небольшого частного владения и так далее. Есть понимание, что лучше быть, скажем, чтобы Росгвардия защищала, чем какой-нибудь там, не будем называть кто, другая организация? Ну, как я ранее описывал, у нас есть определенные козыри, с которыми никто не может соревноваться. И очень много людей, да, хозорганы, мы их называем, обращаются с целью постановки под охрану. Это и объекты, и дома частные, да, вот особенно Малаховка, у нас очень много домов, где люди не всегда живут, на плывом ездят и, конечно, хотят, чтобы... Братые люди живут, читать уже так будем говорить, да, поэтому... Если в доме ничего нет, чего уж ставить охрану, а так-то? Ну, это так кажется, если к вам залезут в дом, поверьте, в любой, даже если у вас ничто не украдет, будет дискомфорт там дома находиться. То есть чаще обращаться стали? Да, очень много, сейчас особенно сезон будет дачный, и прям будет большой наплыв. А дорого стоит вот частно так подключиться к вашим услугам, или есть какой-то прайс озноборного? У нас государство разработало тарифы, то есть установило. В принципе, посильно, это если мы берем квартиру, это, ну, цена, если можно называть, 237 рублей в месяц, абонентская плата. 237 в месяц, да. Да, объект, ну, любой форма объекта, цветочная палатка, либо банк, неважно, это вот 4000 рублей в месяц, кнопочка. И дом в зависимости от площади, ну, базовый тоже от 450 рублей и до 1200, ну, это в зависимости, если прям хоромы. Понятно, понятно. Ну, вернусь к Андрею Олеговичу Юшкову, который у нас кадрами занимается. Опять же, ну, я понимаю, что вопросы конкуренции всегда сложные, тем не менее, мы же понимаем, что вот в некоторых организациях, которые, ну, являются вашими коллегами, не имеющими отношения к Росгвардии, там и тоже зачастую отставники работают, то есть люди, которые прошли либо армию, либо полицию и так далее. А почему они работают там, а они идут к вам? Ну, как правило, в частных организациях, да, действительно, работают люди, как вы выразились правильно, отставники, и, как правило, зачастую это люди, которые вышли из наших ведомств на пенсию. Достаточно большое количество таких людей. Да, встречается и молодежь, но молодежь, которая поработает в частных охранных организациях, очень часто обращается к нам для дальнейшего трудоустройства. А потому что у вас лучшие условия для, ну, я имею в виду, пакет, как у нас говорят, да? Ну, все-таки у нас есть определенный соцпакет, определенные гарантии сотрудникам, все-таки у нас все сотрудники застрахованы, есть возможность получения и высшего образования, также есть ведомственные и лечебные учреждения, профилактории, санатории. А вот такой вопрос, Евгений, а можно у вас, например, если, ну, опять же, сейчас я обращаюсь к телезрителям, которые насмотрелись много всяких разных фильмов, да и сама жизнь привносит всякие изменения. Если человек, например, переживает, что, да, ну, 90-е годы мы не будем сейчас брать в пример, это отдельная история, ну, вот он чувствует, что то ли за ним слежка идет, то ли его провоцируют на какие-то действия, там, мошенники одолевают, и еще. И он идет в полицию, или он может к вам обратиться, чтобы как-то тоже как-то проследили и так далее? Или это чисто полицейская уже история? Ну, это больше полиция, конечно, у них есть... То есть вы все-таки предварительно, то есть вы как бы заранее, да, вы профилактическая такая? Мы именно профилактика имущественных преступлений, кражи, грабежи. Ну, а что вот сейчас в последнее время, я понимаю, что не все можно озвучить, мы помним, вот в Люберцах недавно у нас тут тоже задержание было, то есть Люберцы периодически попадают в информационный поток, связанный с криминальным, скажем, миром. Как вообще сейчас ситуация, взламывают ли квартиры, значит, грабят ли какие-то предприятия, вот по вашей линии? Могу рассказать историю, буквально месяц назад случилось в соседнем городском округе от нашего. Достаточно богатый клиент охранялся, ну, свой бизнес, частным охранным предприятием. И, я так понимаю, высадили, клиент заходил домой, его, да, как бы это сказать, помягче сказать, да, представили пистолет в голове и сказали, снимай с охраны. Клиент снял с охраны и похитили имущество на 4 миллиона. Вот. Либо жизнь, либо 4 миллиона. Да, если бы клиент, ну, не дай бог, конечно, такое с кем-то случится, но охранялся нами, у нас есть такая функция... Это можно рассказывать? Да, 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 это можно рассказывать, люди должны понимать это, снять под принуждением квартиру. То есть, если... Какая-то хитая кнопочка там есть? Нет, мы также вводим код, сигнализация не пищит, то есть, бывает там неправильно, если наберет, она будет уезжать, орать, кричать. А клиент также снимает сигнализации, она как будто бы снялась, но именно к нам поступает сигнал, то, что меня заставили ее снять. Я сам не хотел. Соответственно, экипаж уже выдвигается, просим помощи, и это уже такая операция. А они там, вроде как, спокойно эти 4 миллиона собирают. Никуда не спешат, да, то есть, есть шансы большие их задержать и со всеми вытекающими последствиями. Это вот буквально месяц назад история была. Ну, вообще увеличилось количество вот таких краш, то, что вот по вашему ведомству идет, ведомственной охраны попыток, скажем так, или в среднем... Ну, я имею в виду, как обычно у вас сравниваются, по сравнению с прошлым годом или с позапрошлым? Ну, я вам скажу, тут больше сезонность все-таки играет, как-то с сезонами. В целом, конечно, уменьшается, статистика ведется, но сейчас, вот как я уже до этого сказал, будет дачный период и опять пойдет рост. С одной стороны, все расслабятся, а вот камеры, они же тоже работают. Я смотрю, вот у меня в подъезде, например, все в камерах. Я, правда, не знаю, работают и куда они идут, кто за мной наблюдает и работают ли они. Но, то есть, если, например, вот условный тот же самый преступник ждет кого-то с пистолетом и приставляет, это уже даже будет видно на камере, по идее. Да, камер миллион, весь город, и вся Москва, и Люберцы в том числе. Но, сами понимаете, что за монитором сидит человек, и он физически не может обработать там несколько тысяч камер, да? И уже потом просто легче искать преступника. То есть, камера это не панасея. А, то есть, это постфактур. Да. Хорошо. Ну, и возвращаясь еще к главному вопросу, который вот в последнее время сейчас возникнет. Многие говорят, что надо, мол, и частным компаниям тоже доверить оружие. Ну, они же как бы тоже там, как мы выяснили, да, бывшие силовики стрелять умеют. Разрешение, наверняка, многих есть. Вот как вы считаете, можно кому-то еще доверять оружие в охрану? Или все-таки это должно оставаться у Росгвардии? Ну, смотрите, выработана четкая градация. Я пример приведу. Если не так давно, может, 3-4 года назад, были обильные нападения на водителей скорой помощи. Так. Если помните, да. И тоже хотели их приравнять, как сотрудникам полиции, чтобы не нарушали. Но этого не сделали. Потому что, как ни крути, все равно контингент разный, да. То есть, ну, нельзя сравнивать. И вот их не приравняли. То есть, вероятность неправильного применения оружия человеком, который не носит, скажем так, уже погоны полицейского, велика. Правильно, да? Правильно. К тому же, сотрудники полиции все-таки регулярно проходят. И профессиональную подготовку. Регулярно тренируются в тирах занятия по стрельбе, по физической подготовке. Также ежегодные медосмотры. Ну, соответственно, требования к знаниям статей, правил применения оружия. Все-таки накладывают определенные ограничения. Ну, и последний вопрос. Сейчас наверняка он будет возникать. Я понимаю, что он не к вам, но просто так, как к гражданам России. Возможно ли у нас появление в охране крупных каких-то торговых центров, концертных площадок, может быть, крупных учебных заведений, да, ведут должность, что должен быть человек именно с автоматом, да, ну, с ружьем стоять, а не просто с дубинкой. Такой вариант рассматривается? Ну, рассматривается вариант именно про сады и школы, где именно дети. У нас же есть еще коллеги в ГУП охраны, тоже Росгвардия. Они больше занимаются физической. И да, такие вопросы поднимались. Я думаю, что это вполне реально. Посмотрим, как это будет сейчас принято. Ну, 27 марта, напомню, день Войско-национальной гвардии Российской Федерации. Понятно, что это очень такая ответственная работа. И, скажем откровенно, что иногда и достается, что где-то чего-то может быть, как гражданам кажется, чего-то не доглядели и так далее. Но работа ответственная, как вы поняли, это так. Люди просто сидят сейчас в студии и легко рассказывают. Вот представьте, что на кнопку нажимают, вы приезжаете, а там человек вооружен, и вероятность возвращения живым у сотрудников тоже – это вероятность, скажем так. Поэтому мы хотим вас с этим днем поздравить. Спасибо. Пожелать вам в лице всем вашим коллегам, чтобы работа спорилась, и чтобы вы же как профилактическая все-таки организация, чтобы все возможные преступники предполагали, что они вынуждены будут столкнуться с вами, если пойдут на правонарушение. Ну и пожелать просто человеческого какого-то нормального счастья, потому что от того, насколько у вас все получается, и выполняется все законом вам оплата, выплаты и остальные, пакет социальный, от этого будет зависеть ваша хорошая работа. Ну и как всегда, приходите к нам, рассказывайте, что да как, может какие-то схемы изменятся, потому что все-таки, как ни крути, мошенники иногда чуть-чуть быстрее нас двигаются. Спасибо вам большое за то, что пришли в программу. Напомню, что в гостях у нас были заместитель начальника Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Евгений Васильевич Паперный, подполковник полиции и начальник отделения кадров Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Андрей Олегович Ешков, майор полиции. Всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова